И вот можно сказать, вот когда-то там было, нам повезло им, а сейчас-то, вот как нам сейчас, с какой стороны к этому подойти? И действительно, вот я чем больше узнаю, вот мы общаемся, как-то вот я разбираюсь, как тут мир работает, материальный, как там правят, как там вот управление, как это сложная вещь. Даже если ты президент страны, даже если, ну так вот получилось, я все думаю, вот он же управляет, но что он не понимает, что вот так, вот так надо вот сделать, этих убрать, этих добавить, этих вот. Нет такого, потому что ты пришел, ты главный, ты главный, но тут эти кланы, тут это уже как-то устоялось, тут вот эти вот, ну как бы люди, старые закалки, ну куда ты их денешь? Этой новой закалки, куда ты их денешь? Ну то есть вот это вот все надо учесть, и чтобы как бы двигаться еще вперед. Это очень-очень сложно. Может опуститься руки, тут даже, что там государство, тут вот на маленькой ферме даже, вот что-то попробовать двинуть, и даже если все понятно, очень сложно, очень сложно. И вот непонятно, с какой стороны к этому подойти, вот можно ли вообще вот в ту сторону, ну как-то восстановить это, тем более кали-юга сейчас, кали этот на полную катушку всех вдохновляет на гедонизм. Можно ли вообще что-то с этим сделать? С какой стороны подойти вообще к этому? Может каждому дать, я не знаю, надел земли, пусть они сами выращивали, либо сказать еще что-то, ну как-то вот попробовать. Что только правит или не пробует. Они же пробуют, они же тоже стараются. Но вот здесь Шива Прабхупада говорит, как, с какой стороны подойти. Оказывается, стороны работы над своим сознанием. Работа над сознанием. Если у человека будет вот это вот осознание Бога, понимание, что над всем, ну то есть мы не живем один раз, после нас хоть потоп, что вы знаете, вот все определяют здесь люди. Нет, оказывается, есть верховное правительство, по законам которого работает вся эта вселенная. Ну есть этот управитель. Вы знаете, Бог есть. Это правда. Потому что если бы мы были богами, мы бы никогда не старели. Мы никогда бы не страдали, не болели бы. Если это есть, значит не мы главные. И эти империи, они исчезают. Сколько империй-то было? Крутые правители. Хираньякши, Пухираньякши. Самые крутые были императоры. Завоевали вселенную всю. Там может только Шива и Брама их не слушался. Так? И вот куда исчезли все? Не боги они, не боги. Не они управляют. Вот этот верховный управляющий, есть этот верховный управляющий. И счастье, когда мы живем в гармонии с его законом. Вот когда до людей это доходит, тогда есть шанс поменять. То есть все начинается с образования. Вот такая простая вещь с этого. Это корень. Потому что все остальное, оно вытекает оттуда. Если мы слуги, если Бог есть, мы должны жить с Ним в гармонии, от этого счастья. Все остальное отсюда берется. Тогда понятно, почему даже если люди ведут себя отвратительно, это не повод мне тоже вести себя так же, как они. Не повод. Потому что я знаю, что Бог над всем этим. И Он смотрит, что я делаю. Да, люди не видят, но Бог видит, что я делаю. Бог это оценивает. Бог дает счастье в ответ на то, что я делаю. И их там они пусть чем хотят занимаются. Это их дело. Вот они сами потом могут почувствовать на вкус, как выглядит то, что они делают. Я хочу делать правильно. Вот я хочу быть гостеприимным, я хочу быть заботливым, я хочу быть благородным, я хочу вот так жить. Вот с этого все начинается. А иначе, если ничего этого нет, никого, Бога, ни Бога, ни черта, никого. Мы сами тут все решаем, все эти законы, это все мы решаем. То тогда какой повод вообще человеку жить хорошо? Ну, правильно жить? Никакого повода. И тут еще Каля этот все время подпевает. Ты Бог, тебе все можно. Главное, чтобы ты был счастлив. Если ты будешь счастлив, то все будут счастливы. Потому что все счастье от других зависит от того, счастлив ты или нет. Я ради блага других ем, даже если не влезает в меня, все равно это ем. Чтобы другим было хорошо. В кавычках. Вот с чего начинается. И здесь Шила Прабхупада говорит, что это можно восстановить, хотя кажется, в Кали-югу. То есть, как это возможно? Идет дождь, как можно оставаться сухим? Но можно сделать зонтик. Да, дождь будет идти, но можно сделать зонтик. И вот этот зонтик, это сознание Кришны. Не обязательно, что это должен быть искон. мы сейчас не будем как-то это все замыкать на только нашей организации. В принципе, если люди примут эту идею Бога не так вот, ну, как бы, номинально, а по правде. И так втихаря, что вот, ну да, да, мы все как бы верующие, но никто ничему не следует. А реально начнет человек жить по-божески, признавать это, то что-то может измениться. Ну, не что-то может, в лучшую сторону все изменится.